В Кочевовском парке 16-летний подросток Данил заступился за девушку и получил удар разбитой бутылкой по щеке. Сквозное ранение, так называемое розочкой, причинил 34-летний Андрей Устюжанин. По словам очевидцев, ранее судимый мужчина гулял с другом в парке и начал приставать к 14-летней девочке. Та позвонила Данилу. Детали этого конфликта в нашем следующем материале. Я рассказывала историю про встречу, с кем я успела встретиться за лето. Один из мужчин мне сказал, что со мной еще не успела встретиться. Через пару кругов он попросил присесть к ним на скамейку, поговорить. Мы никак не отреагировали. Пятница вечер, Кочевовский парк. 14-летняя Оля гуляла с подругой, как вдруг к ним пристали двое с виду пьяных мужчин. Сначала девушки никак не реагировали на двухсмысленные намеки, а потом один из пикаперов стал их преследовать. И в какой-то момент один из мужчин пошел за нами в обрез по траве. Оля тут же позвонила своему другу, 16-летнему Данилу. Парень пришел в парк не один. Получилось так, что Данил с ним разговаривал на спокойных тонах. И после, когда мы толкнули человека, получилось так, что он разъяренно просто разбил бутылку и начал кричать на Данила, что какого хрена вы тут что-то делаете и так далее. И просто начал за ним бежать и нападать на него. 17-летний Дмитрий был в момент конфликта рядом с Данилом. По словам молодого человека, все произошло внезапно. Данил поговорил с мужчинами и вроде бы все разошлись с миром. Но потом 34-летний Андрей разбил бутылку и проколол подростку щеку. Данил начал бежать по кругу в ту сторону, отбегает, в центре происходит примерно удар. Данил падает, сваливается и прибегает сюда. После этого я вижу то, что у него идет кровь. С места преступления подозреваемый Андрей скрылся. Через несколько часов оперативники задержали его на съемной квартире. Сотрудники уголовного розыска в ту же ночь установили его местонахождение. Он находился на съемной квартире. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. А раненого Данила госпитализировали. Благодаря действиям врачей через 4 дня парень смог дать показания следователям. Ночью меня прооперировал врач, доставал множество маленьких осколков, наложил большое количество швов. Сейчас же я сижу на обезболивающих уколах. Сейчас медики устанавливают тяжесть полученных травм. От этого зависит квалификация преступления. Следственный комитет держит эту ситуацию на контроле. Раз он заступился за девочку, конечно, как герой. Все, успокоилась. Все, вспомнила просто. Мама потерпевшего Светлана со слезами вспоминает ту пятничную ночь. Сейчас женщина не может понять, почему 34-летний мужчина, который напал на ее сына, отпущен под подписку о невыезде. Мне обидно, что человек, который покалечил моего сына, ходит сейчас и гуляет. То есть он может еще на кого-то напасть. Он может также выпить, также с кем-то посканалить и еще кому-то повредить здоровье. Полиция пока проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении дела по статье о умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Ранее судимому Андрею Устюжанину грозит до пяти лет лишения свободы. Михаил Вагин, место происшествия.